Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Улправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Лекарства будут. Региональный Минздрав объявил новую аукцион на закупку медпрепаратов для диабетиков. Школьников учили правильно проезжать перекресток и оказывать первую помощь на дороге. Как победить рак? На модниковских чтениях обсудили методики и проблемы онкологии. Микроэкспонаты. Ленин на рисе. Фарфоровые раритеты. Что увидят ульяновцы в ночи? В Москве завершился международный форум открытой инновации, на котором презентовали опыт Ульяновской области в данной сфере и подписали стратегически важное соглашение. Подробности в нашем материале. С 21 по 23 октября в Сколково проходил Московский международный форум открытой инновации, на котором глава региона Сергей Морозов подписал соглашение с Минэкономразвития и Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Темой соглашения стало выстраивание региональной стратегии развития сферы интеллектуальной собственности. Благодаря документу Роспатент окажет помощь в формировании методов управления интеллектуальной собственностью, развитии инфраструктуры региональных брендов, товарных знаков, а также совместной подготовки и повышению квалификации кадров. Мы тоже сегодня будем участниками нескольких интересных соглашений, которые очень хорошо ложатся на нашу стратегию действия. У нас она достаточно простая. Вы можете зайти на сайт Ульяновского региона и увидеть о том, что еще в 2005-2006 годах, когда мы начали писать стратегию развития в Ульяновской области, мы ее сразу же, единственная в России, сделали ей конкретное имя. Мы строим мировой креативный регион. И здесь сразу же были заявлены все наши амбиции. Мы хотим быть творчески активным, технологически передовым регионом не только в Российской Федерации, но и за пределами Российской Федерации. Сейчас интеллектуальная собственность – это основа научно-технологического развития всей страны и, в частности, Ульяновского региона. Благодаря инновационному опыту работы областных вузов и конструкторских бюро, молодые ученые, кооперируясь с предприимчивыми предпринимателями, все чаще занимаются самостоятельной разработкой патентов. Проект инновационный, это вот я не боюсь этого слова. Автономный электрогенератор, бестопливный, в принципе, даже не солнечная энергия, не ветеринарная, а просто нажал кнопочки и заработал электричество. Все. На данный момент в МФЦ мы патентуем мой проект, документы уже подали. МФЦ совершенно бесплатно, мне что это удивило. Сами готовят. Сами отправляют и сами поддерживают связь с патентным бюро. Одно из важнейших направлений поддержки изобретательских проектов и их развития – это многофункциональный центр изобретательской деятельности, который работает в точке кипения. Здесь можно получить консультации физическим и юридическим лицам по вопросам реализации проектов, оформлению документов, охране и защите прав на результаты интеллектуальной деятельности. Консультации проводятся бесплатно. С июня месяца в центре получили консультационную помощь в разных формах уже более 50 человек. В 2019 год Ульяновской области объявлен годом изобретательства инноваций. Это определяет внимание региона к вопросам, связанным с поддержкой инноваций, с поддержкой изобретательской деятельности, в том числе и особое внимание к вопросам управления интеллектуальной собственностью. В чем это выражается? Мы впервые в стране создали в регионе центр интеллектуальной собственности, который оказывает услуги бесплатной консультации для любого жителя Ульяновской области, который к нам приходит, в части получения информации об условиях оформления патентов. Развитие стратегии сферы интеллектуальной собственности повысит конкурентоспособность отдельных компаний и регионов в целом за счет формирования региональных брендов. Кроме того, перспективы сотрудничества с соответствующими федеральными структурами позволят поднять на качественно новый уровень исполнения поставленных президентом Владимиром Путиным задач в нацпроектах «Наука и цифровая экономика». Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. В регионе разрабатывается карта рисков безопасности учащихся. Уже сегодня на сайте Министерства образования размещена кнопка «Безопасная дорога в школу», где родителям предлагают сообщить о сложностях. С которыми можно столкнуться по пути из дома в образовательные учреждения. Работа по обращениям на сайт проводится незамедлительно. Вокруг школы номер 29 в городе Ульяновске пространство уже стало безопасным. По поручению губернатора для создания подробной карты рисков в первую очередь проводится подробное обследование, прилегающее к образовательным организациям территории на предмет составления безопасного маршрута движения детей по пути в школу и домой. К этой деятельности уже присоединились родители, сотрудники полиции, Росгвардии и народная дружина. Мы совместно с родительским комитетом обошли всю школу, все объекты школы, посмотрели. И обошли для выявления опасных путей. С приходом 1 сентября, вы, может быть, видели и заметили, это в связи с массовой информацией было, народные дружинки совместно с ГИБДД выходили на все пешеходные перекрестки, на все пешеходные переходы. И стояли, осуществляли разговоры, осуществляли беседы как с родителями, так и с детьми. При создании карты рисков безопасности особенное внимание уделяются следующим опасным категориям объектов. Аварийные здания, проездной двор, объекты энергетики, находящиеся в свободном доступе, открытые подвалы или чердаки дома, необлагороженные места, пустыри, недострои. Отмечаются открытые канализационные люки, сломанные детские площадки, где собираются шумные компании, отсутствие пешеходного тротуара. Педагоги, в свою очередь, полученной информацией делятся с детьми и составляют с ними безопасные маршруты из дома в школу и обратно. Проводятся различные классные часы, внеклассные мероприятия, регулярно проводятся родительские собрания, в ежедневном порядке проводятся пятиминутки, на которых учителя напоминают детям о правилах поведения, рассматривают вопросы безопасности дороги домой и в школу, Управление образования города Ульяновска помогает в организации этих мероприятий и контролирует регулярность их проведения. Безопасность детей – это один из самых важных вопросов, которые мы решаем совместно с родителями. И этот вопрос стоит на постоянном контроле и администрации города Ульяновска, и управления образованием образовательных организаций. В городе Ульяновске действует муниципальная программа по обеспечению правопорядка и безопасности. Мероприятия по программе различные. Это не только теория, но и техническое выполнение запросов родителей, детей и органов правопорядка. К школе номер 29 проложен тротуар, которого никогда здесь не было. Обновлена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и не только. Здесь был пролом, и дети выходили со спортивной площадки прямо сюда, во двор, можно сказать, в гараже вот сюда. Ну, спрятаться-то учители, может быть, еще что-то, может быть, нашли дорогу прямую ближе к дому. Дыра, обнаруженная народными дружинниками, представляла потенциальную опасность. Пройдя в нее, дети попадали в ГСК, где нет дорожных знаков, где машины могут неожиданно выехать из-за угла. Плохо освещенное и забилующее закоулками место потенциально могло скрыть любого злоумышленника. Несанкционированный вход и выход на территорию школы заварили. Осталось только сверху натянуть какое-то ограждение, которое помешает перепрыгнуть через забор. Кооператив активно сотрудничает со школой. Уже достигнута договоренность, что ГСК устранит и эту проблему. Безопасность школьных маршрутов – дело общее. Городская администрация и областное правительство готовы решать эти вопросы. А от родителей, детей и общественности требуется только обозначение потенциально опасных пространств. Для чего на сайте регионального Минобра есть ссылка, куда можно загрузить фото этого места и его описание. Также неравнодушные могут позвонить по телефону 44-39-03. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улл Правды ТВ. Хотели как лучше, да недопонимание помешало. Старые окна школы номер 6 в Димитровграде оказались в центре довольно неприятной ситуации. Разбираться в ней пришлось, как говорится, всем миром. Управлению образованием, руководителям школы, репрессии и даже отдельным представителям городской общественности, которые поспешили обвинить новое руководство местного Горано «Чуть ли не во всех смертных грехах». Подробности у наших коллег из Димитровграда. Председателя родительского комитета школы номер 6 Натальи Севастьянова. Это она обратилась к димитровградцам в соцсетях с просьбой помочь любимому учреждению образования. Правда, сделала это под своей девичьей фамилией. Да и номер счета, указанный в обращении, оказался недоступен для зачисления средств. Вот с этого момента все и началось. Директор школы Ольга Семина не знала, что Климова и Севастьянова – это один и тот же человек, о чем и рассказала своему руководству. И именно этот факт поставил под сомнение бескорыстность действий родительницы. А то, что перечислить деньги на указанный счет просто не получится, Семина узнала уже после разразившегося скандала. Мы ни разу благотворительными акциями не занимались. Следовательно, я ситуацией не владел. Поэтому, если косвенно я неправильно повела себя в этом отношении, приношу свои извинения. Наталья Геннадьевна, мы с ней эти вопросы выяснили, мы вроде как друг друга поняли. Вот так банальное недопонимание и вылилось в большой скандал. Законным способом оказания поддержки образовательному учреждению считается открытие попечительским советом школы специального благотворительного счета. Единственное, что хочу сказать, если будет необходимость в поддержке школы коллективам, общественности, бывшими выпускниками, родителями учеников, то, может быть, рассмотреть этот вариант поддержки школ. Кстати, окна в шестой школе будут заменены. Данное учреждение, как и другие школы города, вошло в программу по замене окон, которая начнет реализовываться в Димитровграде в 2020 году. Об этом еще раз было заявлено лично губернатором Сергеем Морозовым во время недавнего визита. Не исключено, что школа, которой в следующем году исполняется 45 лет, будет в числе первых учреждений, где появятся новые пластиковые окна. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Димград-24, специально для Управда ТВ. Опять инсулиновая тема. На этот раз положительная. С ноября ульяновцы, страдающие сахарным диабетом, будут полностью обеспечены лекарственными препаратами и расходными материалами к инсулиновым помпам. Подробности у Натальи Чумаченко. В Министерство здравоохранения Ульяновской области не раз поступали обращения от жителей о недостаточном лекарственном обеспечении инсулинозависимых больных. Сегодня мы разбирались с ситуацией и выясняли, существует ли такая проблема в медицинских учреждениях города. Лекарственное обеспечение, в том числе инсулинами, больных с сахарным диабетом, имеющих право на льготы в соответствии с действующим законодательством, происходит за счет средств федерального и регионального бюджетов. В регионе проживают около 47 тысяч человек с этим заболеванием, из которых около 12 тысяч нуждаются в инсулине. Сегодня Министерством здравоохранения Ульяновской области ведется процедура закупок. Однако все же периодически перебои могут случаться из-за недофинансирования с федерального бюджета, на поставщика и перерегистрации цены препарата. Правительство Ульяновской области делает все, чтобы обеспечение граждан Ульяновской области было на достаточном уровне. Если по сравнению с 2017 годом, за три года финансирование бюджета Ульяновской области возросло на 50%. И на следующий год, 2020, запланирована еще достаточная сумма для обеспечения льготников за счет средств областного бюджета Ульяновской области. Есть определенные проблемы с федеральным бюджетом, потому что все-таки та стоимость, которая выделяется на одного пациента, она действительно мала. Бесплатные лекарственные средства для лечения заболевания на основании льготы назначает врач, если у пациента диагноз сахарный диабет. Для этого пациент проходит полное обследование, сдает анализы крови мочи на уровень глюкозы. После получения всех результатов врач подбирает график приема и дозировку лекарственного препарата. Все эти сведения указываются в рецепте. Сегодня, по словам специалистов, выписывать рецепт стало проще и быстрее, поскольку процесс автоматизировали. Срок действия рецепта составляет 30 дней. Выписка препаратов производится на рабочем месте врачей, терапевтов, эндокринологов и других специалистов. Срок действия рецепта составляет 30 дней. Пациент идет в аптеку и получает препарат. При отсутствии препарата пациент ставится на отсрочное обеспечение и в ближайшее время препарат поступает с базы в аптеку. И пациенту звонят, его приглашают, он получает препарат. Выдаются препараты бесплатно во всех аптеках государственного образца на основании выписанного рецепта, в котором указано необходимое количество лекарственного средства. Как правило, лекарства можно получить из расчета на месяц. Мы посетили одну из таких аптек по адресу Гагарина 4, где нам заведующая продемонстрировала холодильники, плотно забитые нужными препаратами. Местные жители, как оказалось, не жалуются на работу аптеки и обслуживание клиентов. Я часто не хожу по просьбе этих соседей, получаю вот им. Они без ноги не могут ходить. Я вот к ним прихожу, они вежливо обращаются всегда. И когда по телефону звонишь, они все отвечают хорошо. Добрые, хорошие девчонки. И все. Больше я ничего не могу сказать. По словам экспертов, распространенность сахарного диабета ежегодно растет, особенно среди детей. Это связано с неправильным питанием, присутствием в пище большого количества углеводов, широким распространением ожирения, малоподвижным образом жизни, наследственной предисположенностью. Сегодня инсулинозависимым детям квалифицированную помощь можно получить круглосуточно в детской областной клинической больнице имени Горячего. На сегодняшний день отделение обеспечено полностью препаратами для экстренной помощи детям с сахарным диабетом, в том числе инсулинами, как аналоговыми, так и человеческими геноинженерными препаратами, плюс другими сопутствующими препаратами, которые, возможно, могут понадобиться этим детям. По словам специалистов, без проблем в этой сфере пока не обойтись, всему виной издержки федерального законодательства. Однако региональный Минздрав ежегодно прикладывает серьезные усилия к тому, чтобы в области не было длительных перебоев, максимум две недели, с поставкой инсулиновых препаратов и сопутствующих расходных материалов. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. Единственная в Димитровграде школа с национальным компонентом отметила 15-летие. За эти годы во взрослую жизнь из стен заведения вышел не один десяток димитровградцев, знающих и любящих национальный язык и историю татарского народа. Школа номер 22 имени Габдулы Тукаев в простонародье уже давно именуется Татарской гимназией, хорошо известна и за пределами региона. Само учреждение по праву считается одним из сильнейших в Ульяновской области по изучению родного языка. Ежегодно ребята становятся победителями и призерами различных межрегиональных и всероссийских олимпиад. Это уже 15-й по счету поток первоклассников в школе номер 22 города Димитровграда. Татарский язык здесь преподают в игровой форме, а национальные слова учат при помощи стихов и песен. Одна из самых молодых школ города распахнула двери для своих учеников в 2004 году. Ее бессменным руководителем и создателем на протяжении всех этих лет является Мунира Джумаева. Но история создания единственной в Димитровграде школы с углубленным изучением татарского языка началась на несколько лет раньше. Работа началась уже в годы перестройки. В школах города я начала вводить кружки по изучению татарского языка. Это был первый кружок в апреле 1989 года в 17-й школе. И с 1 сентября этого года в 9-й школе начала вести факультативу. После создания первых кружков информация о возможности изучать родной язык распространилась молниеносно. Желающих оказалось много. В некоторых школах стали появляться отдельные татарские классы. Когда уже родители ставили вопрос, чтобы они занимались в одной школе, идея была поддержана мэром города Сергеем Ивановичем Морозовым. И в 2004 году, благодаря автономии, конечно, благодаря родителям нашего Димитровграда, открылась наша школа. Первый набор в классы необычной школы составил 190 детей. Сейчас в учреждении ежедневно за парты садятся 272 юных димитровградца. Вы знаете, по меркам муниципалитета, наверное, она маленькая, малочисленная. Но в нашем Приволжском федеральном округе очень мало школ с национальным компонентом. И, пожалуй, в городе единственная школа с национальным компонентом. Поэтому она для нас большая и значимая. Конечно же, хотелось бы, чтобы наше национальное государство, дети, которые имеют корни родного языка, татарского, мордовского, чувашского, других народов, чтобы они все-таки не забывали свои истоки, владели какими-то там навыками своего родного национального языка. Об уникальности учреждения говорили и во время торжественного мероприятия, посвященного юбилею школы номер 22. В актовом зале собрались учителя, ученики и выпускники прошлых лет. Среди почетных гостей были представители национально-культурных автономий, коих в Димитровграде немало. Как и полагается, юбилеи отметили большим праздничным концертом и награждением сотрудников, внесших большой вклад в сохранение традиций и национального языка. Одной из тех, чьи заслуги отметили благодарственным письмом ЗАГС Собрания Ульяновской области, была и единственной в этой школе преподаватель татарского языка и литературы. Гузель Самигулина говорит, что стать учителем мечтала с детства. Благодаря ей бывшие первоклассники, а ныне уже без пяти минуты, выпускники школы с легкостью не только разговаривают на родном языке, но и читают стихи татарских авторов. Автор в данном стихотворении описывает свою родину, свой родной край, о том, что он очень сильно скучает по нему. И он обращается к облакам, к небу, и спрашивает у них, что он может сказать о его родственниках. Наталья Васильева, Наталья Абанина, Виталий Немов. Демград-24. Специально для Уллправда ТВ. Ульяновские школьники приняли участие в слете юных инспекторов дорожного движения, который прошел во Дворце творчества и молодежи. На четырех площадках ребята учили значение разметок и дорожных знаков, прошли тест на знания ПДД и даже учились оказывать первую медицинскую помощь при дорожно-транспортном происшествии. Подробности в нашем сюжете. Как правильно проехать перекресток и оказывать первую помощь на дороге? Новым формам и методам пропаганды ПДД ульяновские школьники обучились на областном слете юных инспекторов движения. Мероприятие прошло во Дворце творчества детей и молодежи. На слете работало четыре площадки. На первой – автогород. Дети учили значение разметок, дорожных знаков, светофорных объектов. На второй площадке юные инспекторы прошли тестирование на знания правил и норм дорожной безопасности. На третьей – школьники обучились основам безопасного поведения на дороге. На завершающей ребятам показали на практике, как своевременно нужно оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП. Цель его проведения является привлечение в ряды юных инспекторов движения новых членов и, соответственно, повышение их правовой компетентности, повышение их навыков. Ну и, конечно же, это большое мероприятие, интересное мероприятие для самих детей. В настоящее время на территории Ульяновской области действует 406 отрядов юных инспекторов, объединяющих около 4000 школьников. Слет прошел в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Ульяновске прошли 14-е модниковские чтения. Лучшие онкологи по Волжи обсудили передовые методики лечения раковых заболеваний. На мероприятие съехали специалисты из Ульяновской области и других регионов. Всего более 400 врачей. Подробности у Виктории Черковой. Лечение рака и его диагностика – современные технологии на академической базе. Специалисты из Ульяновской области и других регионов по Волжи собрались на 14-х модниковских чтениях. Медицинская конференция названа в честь выдающегося ученого и врача Олега Павловича Модникова. Федеральный проект «Борьба с излокачественными образованиями» и нацелен на то, чтобы самые современные методы лечения, самые современные методы диагностики дошли до граждан нашей страны. Новые методики появляются. Передовые специалисты их применяют на практике. По мнению профессора Владимира Медленко, прогресс будет гораздо ощутимее, если россияне будут внимательнее следить за здоровьем. Например, проходить диспансеризацию и вовремя сдавать анализы. Как известно, ранние стадии раковых заболеваний легче поддаются лечению. Также необходимо работать над подготовкой молодых специалистов. Те преподаватели, которые будут их готовить, естественно, сами должны понимать, что нужно делать. И сейчас вот эта конференция, она как бы обучающая, она даёт себе такое направление, целое направление, чтобы, в общем-то, захватить тот тренд, который, в общем-то, нужен при этой ситуации. Четыре сотни докторов приняли участие в конференции. Региональный Минздрав и Ассоциация онкологов России по традиции стали партнёрами мероприятия. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Улправды.ТВ. Через неделю в культурном пространстве Ульяновска пройдёт одно из главных событий осени – Всероссийский проект «Ночь искусств». Искусство объединяет. Под таким девизом представят свои программы выставки и акции широкой аудитории – главной культурной площадки региона. Ленинский мемориал приглашает посмотреть «Мир в миниатюре». «Ночь искусств» в Ленинском мемориале стартует 3 ноября в 10 часов утра и продлится до 10 вечера. Воздём программы станет выставка от последователей «Левши». Посетителям представят уникальные микроминиатюры. Среди них портрет Владимира Ильича Ленина, выполненный Эдуардом Казаряном на четверти рисового зерна. Десять работ этого художника занесены в книгу рекордов Гиннесса. Это работа Маслюка Михаила Григорьевича. Выполнена эта работа на срезе волоса. Здесь изображён макет паровоза, на котором Ленин возвращался из Финляндии в Петроград в 1917 году. Сам Маслюк говорил так. Я работаю, затаив дыхание, производя манипуляции с изделиями между ударами сердца, потому что удары сердца могут помешать работе. Кроме того, участники «Ночи искусства» увидят очень интересные живописные миниатюры на перламутре художника Татьяны Гусевой. Её наставниками были художники-симбирянин Дмитрий Иванович Архангельский и Аркадий Александрович Пластов. В память о них художница перенесла их работы на перламутр. Участники дневной программы также увидят выставку кукол «Дочки матери», где будут представлены советские и европейские модели, полюбившиеся девочкам игрушки. Дом-музей. Нас удивит мини-экскурсия «Десять комнат». Кроме всего прочего, в доме-музее люди, у которых есть проблемы со зрением, а также абсолютно зрячие люди, смогут поучаствовать в интерактивной экскурсии «Руками трогать можно» с повязкой на глазах и ощутить себя, побывать в роли незрячего человека и задать себе вопрос, чем мы можем помочь людям, у которых есть проблемы со зрением, как мы можем донести до них многообразие окружающего нас мира. А юных посетителей музея «Квартира-музей» семьи Ульяновых приглашают на мастер-класс «Построй свой город». Клей, ножницы, бумага и воображение – все, что необходимо для строительства целого города в собственной истории. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, в выходные удержится теплая погода. Температура воздуха днем составит 12 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду. Магнитное поле неустойчивое, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта. Театральноеприволжье.рф С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков, агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова